Можно было ожидать. Интересно, то ли вопрос в спонсорстве турнира, то ли еще в чем-нибудь, но Вальтера Хофера нам совершенно не показывают. В то время, когда этап Кубка Мира, то только о нем и речь идет. И только его и видно на экране, когда какие-то паузы или когда какие-то решения о серьезных регламентных вопросах. Я с некоторой тревогой посмотрел во лицо Дмитрия Ипатова, но Магаданец не показывает никаких эмоций. Ни позитивных, ни негативных. Он вполне углублен в себя, он вполне сосредоточен. Поклонников очень много у Якобсона. Естественно, он уже в этом году натворил столько, что его популярность значительно не изменится, как бы он не выступил на чемпионате. Как будто из поклонников там делал ручкой. Вы видели, как сажают аккуратненько на канатно-кресельную дорогу элиту прыжкового спорта. Мечта новичков-горнолыжников, потому что очень часто для повышения пропускной способности канатки на крупных горнолыжных курортах мотор-то крутится довольно быстро, и поэтому многие с ужасом смотрят на надвигающиеся на них кресла. Что вот сейчас оно шибет его, и он на какое-то время повиснет на нем, и потом свалится куда-нибудь в сумасшедшей высоты. Но на самом деле это, конечно, все беспочвенно. Но, тем не менее, здесь, конечно, каждому прыгуну уделяется огромное внимание. И вы видели, что представитель волонтерской службы обхаживает каждого из них очень долго держать кресло, прежде чем спортсмен поедет к стартовой отметке. Итак, начинается соревнование финала чемпионата мира 2007 года. Давид Лазарони, уже добившийся выполнения своей программы минимум, летит за 110. Но здесь будут, здесь будут результаты, конечно, улучшаться у всех. Вальдер Кофер, технический директор соревнований, посчитал небезосновательно, что все-таки погода достаточно стабильна, направление и скорость, самое главное, ветра, достаточно ровные, и это не создает опасности. Аккуратненькое приземление. И 5 метров прибавки. Ну, в принципе, он достаточно молод еще. И смена потихоньку приходит. Правда, более хорошая, качественная смена пришла к двоеборцам. Вспомните, десятку сильнейшую у французов вчера во время соревнований в спринте. Сумел протиснуться в основные соревнования Сигурд Петерсен. Это не соответствует, конечно, его уровню амбиции. И прыжок где-то на уровне того же Давида Лазарони. Скамейка норвежцев достаточно длинная и совсем не обязательно. В результате Мика Каенковский примет решение, что в основных соревнованиях будет выступать Сигурд Петерсен. Бьерн Айнер Руморль. Капитан сборной Норвегии за пределами чемпионата мира. Вы могли бы такое себе представить? Постолимпийский седром или еще какие-нибудь проблемы? Убьюсь, то ли, так точно постолимпийская проблема. Возможно, последний старт на большом трамплине в большом спорте, по крайней мере, у Токанобо Акабе. Олимпийский чемпион. Победитель этапов Кубка мира. Спортсмен, который начал выступать в улите в 80-е годы. Это прыжки, друзья. Это не велоспорт, это не лыжные гонки. И классная попытка. Вот опять-таки мы видим, на что способен на родном трамплине Токанобо Акабе. Но бог ты мой, как досадно, что ему не повезло с погодой в первой попытке. И вы видите, что разочарованное выражение лица не сменилось на лице 36-летнего ветерана. Потому что он думает о упущенных возможностях. Не о своем относительном успехе, потому что, естественно, после этой попытки он может совершить рейд. Он может подняться на 5, 6, 7, 10, может быть, даже строчек. Не знаю. Обычно это была в этом году специализация Михаила Урмана. Но Урман тяжело травмирован и на чемпионате мира не выступит. И вообще сезон закончил. 125. Совсем-совсем другой уровень. Никакие великолепные оценки за стиль. Но ничего, будут еще командные соревнования. Будет 90-метровый трамплин, где Токанобо Акабе, в принципе, тоже вполне конкурентно способен. Радик Жапаров. Поздравляем наших казахстанских коллег с тем, что вошел человек в 30-ку сильнейших. Это неплохой успех. И сейчас тоже незамыкающим размещается. Он проигрывает Токанобо, естественно. Родной трамплин есть родной трамплин. Но попытка была качественная. И тоже сумел, выполнив эту программу минимум, сумел Радик избавиться от каких-то лишних мыслей. Совершенно очевидно сумел сделать попытку смелую с использованием всей этой скорости, которая предоставляет более длинный на две ступеньки разгон. И прибавка. Не дурно, не дурно. Токанобо Акабе, естественно, остается лидером. Разрыв между ним и Сигурдом Петерсоном. Добрый четыре десятка баллов. Отличная попытка. Что по возрасту, в принципе, если бы вдруг состоялось такое, что в Корее состоялась бы олимпийская баталия 2014 года, то, в принципе, он бы до нее дожил в качестве действующего прыгуна, если все в порядке будет со здоровьем, естественно. И прибавляется все-таки работа Даннеберга над стилем. Хотя Даннеберг испытывал массу проблем и языковых, и вообще в понимании, и в менталитете. Все это потихоньку преодолевается. Вот он, этот германский специалист. Великолепный мастер. Два тренера-легионера рядом. И наш тоже. Вольверштайр только что поздравил своего коллегу и соотечественника с успехом его корейского подопечного. Но обладатель Большого Хрустального Глобуса Якуб Янда пытается хотя бы во второй попытке изменить ситуацию. За 120 попытка получается. Класс есть. В принципе, еще Якуб Янда, если он, скажем так, наконец-то сосредоточится на прыжках полностью, и если найдет себе хорошего тренера, который способен его зарядить так же, как умел это делать Вася Байтс, он еще, несмотря на то, что возраст у него нью-йоркский, еще не исчерпал потенциал свой. И вот эти околоспонсорские дискуссии слишком много энергии поглотили. И когда человек всерьез говорит о том, что он из-за вот этих проблем с финансированием, которые, безусловно, тоже важны, закончит карьеру, то вы понимаете, если решение заканчивать карьеру созревает, то потом, через какое-то время, очень трудно включиться в работу, все равно нормально. Дмитрий Паттер. Менее акцентированное отталкивание у Дмитрия. Но воздушная фаза была такая, как надо. Он нашел, нашел свою позицию в воздухе. Очень прочувствованная получилась попытка. И Дмитрий Патов выходит в лидеры. Опять же, как и Токонобо Акабе, наверняка подумает об упущенных возможностях. С другой стороны, если карьера Ипатова будет длиться столько же, сколько и карьера Токонобо Акабе, так у него еще несколько олимпийских циклов в запасе. Чуть-чуть подрабатывает руками для стабилизации положения, но это мелочи, мелочи, которые стоят не более полубалла. Приземление может быть не настолько глубокое. Вольгенштайрт доволен, доволен. Это достойная попытка, это мировой уровень, это лидерство. 17,5 я бы поставил, и 18 тоже. Ну да, может быть, не прорисованная была, не такая, знаете, вырезанная попытка резцом ваять или какого-то. Но тем не менее, здорово. Буделька, сумевший по-хорошему удивить. Что творит, а? По-моему, шлем был на 20 сантиметров ниже линии лыж. Агрессия тоже, наверное, все-таки должна иметь какие-то разумные границы. Ученик, что называется, превзошел учителя в данном рисунке. Уделька превзошел Якуба Янду. Ну, с фронтальной точки зрения получается не настолько все страшно. И с другой стороны, с этой самой фронтальной точки мы видели немало технических ошибок, которые, конечно, юного 18-летнего прыгуна придержали. Нарияки Касай, ему уже 34, и все титулы, казалось, были завоеваны в 90-е годы, но в 2000-е он опять вышел из-за спин. Прекрасно выступал на чемпионате Вира в Вальдефьеме. Сейчас очень надеется трибуна на то, что местный прыгун, действительно местный, вот с этого трамплина, из этой школы, сумеет ответить так же жестко, как и Окабе. Но на самом деле получается скромно. Тот неповторимый стиль. Нарияки Касай тоже присутствует, но вы помните, как он с этим стилем маялся, потому что не был совершенно дальности. В 2001-2002 году. Такой растянутый прыжок и вообще единым движением. Создается впечатление, что он начинает приземляться уже в верхней точке. И поэтому всегда очень качественный Телемарх. Он очень редко ошибается на приземлении. У него этот стиль перенял в свое время Тайки Ито. Сумев его даже и развить несколько, Ито садится чуть ли не в шпагат. Так что никаких вопросов у судей к Телемарху никогда не возникает. Хорошая техника, просто изумительная. Но отталкивание не в той любимой точке, которая приносила ему результаты на этом трамплине. На рельке Касая отступает. И, соответственно, Дмитрий Ипатов продолжает двигаться все выше и выше. 21-й после первой попытки Том Гильде. Тоже человек, которого, в принципе, можно превосходить. Собранная попытка, аккуратная. И туда же практически, куда Ипатов приземляется он. Оценки будут высокие у норвежского дебютанта чемпионата мира. А разрыв после первой попытки составлял уже серьезный, серьезный, где-то 7-8 баллов. Молодой норвежец счастлив. Он видит там на электронном табло то, что не видим мы. Очевидно, этот результат выводит его на первое место. Ну, Ипатово тоже получился неплохой рейд. Погода стабилизировалась очень хорошо, что здесь великолепное ночное освещение. Эти прожектора позволяют проводить глубоко ночью соревнования, когда уже, ну, поздний вечер. Когда уже улегся ветер и когда более-менее стабильные условия. Том Хильде превосходит Ипатова на 6 баллов по сумме двух прыжков. И это вполне заслуженно. Судьи здесь не подыгрывали. Итак, первая десятка стартующих финала отпрыгала. Дмитрий Ипатов продвинулся на три позиции, как минимум. Посмотрим, что будет дальше. Прибавил Токанобу Акабе также. Ну и Радик Джо Жапаров оказался незамыкающим, что тоже, в принципе, неплохо. И так начинает прыгать лучшая двадцатка, которую открывает Дайки Ито. Как вам план? Художественные весьма. Ну и на море. Еще один прыжковый трамплин. И тоже великолепно освещен. Я уже говорил о том, что при относительно скромной архитектуре самого города спортивная архитектура просто великолепная. Вспомните Саппородом, вспомните лыжные трассы, как они проложены, опять-таки, и вот эти трамплинные комплексы. Дайки Ито. Летняя травма. Сломала подготовку, потому что очень-очень важные соревнования, о которых он думал с момента получения права проводить здесь турнир. И вы видели. Он поймал вот этот неблагоприятный ветер. Не совсем ровное отталкивание. Очень у многих отталкивание с завалом на левое плечо именно здесь. Двоеборцы дважды даже падали здесь из-за этого. Срываясь с верхней точки. Все-таки вот это, это падение, которое было летом, лишило этого смелого прыгуна уверенности. Не то, чтобы он боялся, но всегда, всегда в подсознании присутствует какой-то барьер. Дайки Ито пока не вернулся на свой уровень. И ему нужно просто, может быть, психологический адепт, просто взять паузу. Сезон скоро заканчивается, менее чем через месяц. Не менее, чем через месяц, ровно через месяц. Три старта будет в плане. Великолепный фестиваль полетов на лыжах. Гютель лучше, но все равно не родной трамплин, не его стихия. И вообще он сейчас не на пике. Так что, Гютель просто продолжает подтвердать свой класс. Ну вот кому-то, например, в нашем форме не очень нравится, что темно. Большинство болельщиков, кстати, находят, что это гораздо интереснее. Что это красивее. И самое главное, что объективной реальности. Таковы я уже много раз говорил о том, что при нынешней нестабильной погоде на большинстве спортивных арен. Есть очень немногие закрытые по-настоящему хорошо трамплины, где можно прыгать и днем, и не бояться колебаний ветра. А во всех остальных случаях лучше все-таки вечером проводить соревнования, когда потише. Мартин Шмидт, многократный чемпион мира. На этот раз очень-очень далек от того уровня, который бы позволил даже рассчитывать на места в шестерке сильнейших. 18 место. После первой попытки сменяется еще более скромным после второй. С последствиями падений, вроде бы... Падений я одного, недавнего. Вроде бы он, по утверждениям германской сборной, справился. Но это то, что касается физики. А неудача Урмана, конечно, его подкосит. Васильева. Опять такое ощущение, что у него все-таки бродят глаза. Нужно успокоиться. Все шансы. Терять нечего абсолютно. Он в десятке сильнейших финиширует стабильно. И это вполне его уровень. Ничего такого сверхъестественного он сейчас не совершил. А можно прибавить, можно добавить. Можно лучше выступить во второй попытке. Это раньше редко удавалось. Сейчас все чаще, слава богу. Куча мелких ошибок была у Мараси. Но в итоге хотя бы вытянул дальность. Умеет бороться сам с собой. Следует признать воспитанник Роберто Чикона. Очень вовремя стал подключать руки. В противном случае попытка грозила падением. Уходит на шестую строчку. Ну и соответственно продолжает расти наш Дмитрий Ипатов. По-прежнему он вице-лидер вслед за Томом Хильде. Уверенно вошел в двадцатку сильнейших. Мы говорили с вами об этом после первой попытки. Что его территория, он способен это делать. Лидер общего зачета Кубка мира и победитель турне четырех трамплинов. Открытие этого сезона Андрес Яковсен все-таки не на том уровне, как хотел Кукейн Паск. Но еще два старта здесь, конечно. Но видимо начинает уже общая усталость постепенно накапливаться. Хотя в принципе старты, опять-таки предчемпионатовские старты, были на приличном уровне. Ну что ж, Том Хильде во внутринорвежском противостоянии оказывается более сильным. Но главная надежда, единственная реальная надежда Каенковски, конечно, связана с Рором Йоккельсуэм. А Яковсен просто на правильном пути. Грегор Шлиренсаур, еще один стабильный лидер кубковых соревнований, который в самый нужный момент на чемпионате мира все-таки прозбоил. Выбор австрийцев в пользу молодых. И в пользу самых молодых, когда поединок с просто молодыми. Ну, неплохой, неплохой, конечно, прыжок. Возвращение к такому более старому стилю Грегора Шлиренсаура, который присутствовал на ранних этапах Кубка мира. Но в целом он разочарован, конечно. Был поединок, причем не пользовался спортивный директор Дони Инауэр своим правом продвинуть своего сына. Инауэр-младший боролся с Артуром Паули на отборе и в итоге совсем немножко выиграл вот в этом отборе на Большом Трамплине. Но вы видите, что сегодня Инауэра здесь нет. И Инауэр-старший переживает за всех остальных. Реальные шансы только у Томаса Моргенштерна. При том, что этот трамплин всегда был австрийским трамплином. И великолепные успехи покорял здесь Андрес Витхойцель, допустим. И Грюльвард здесь чувствовал себя как надо. Но это было не в те сезоны, когда нужно было покорять здесь успехи. Это было в то время, когда нужно было готовиться к Олимпиаде, завоевывать Олимпийские награды или награды чемпионата мира. Такая предчемпионатская подготовка во временной зоне отдаленной весьма и весьма вместо основных стартов была потом признана большой ошибкой, стратегической ошибкой. И критики было предостаточно. И смены в тренерском составе тоже последовали. Ну и в итоге, в итоге получается, что когда наконец в Японии проходят основные соревнования сезона, австрийцы, ну не очень впечатляют, по крайней мере, меньше впечатляют, чем на протяжении последних двух лет. И неудачный ветер достается Арту Лаппи. Вы видите, что пошел попутный ветер. Разгон, конечно, побольше. Это дает большие шансы. Тринадцатый после первой попытки Арту Лаппи. Разгон небыстрый, небыстрый. И все-таки за 120 получилось. Класс есть класс. Четкость техники у Лаппи не экстремальная техника, очень надежная. И это в сложных погодных условиях. Только дает дополнительные шансы. И хорошее отталкивание, конечно. Пружинистое такое отталкивание, как будто с подкидной доски. Перевалил за 120, и по крайней мере... ...почти не упустил то, что набрал в первой попытке. Два в тридцать, сейчас наверху. Дмитрий Епатов перемещается на пятую строчку. И имеет шансы попасть даже и в 15 лучших, если будут какие-то сложности. У, например, вот таких вот... В хорошем смысле слова, выскочек. Дебют юного Тошимото на родном трамплине. Двенадцатый после первой попытки. Отталкивание аккуратное, тоже без экстрима. Достаточно надежная попытка. И то, что он вошел в 15, это уже теперь ясно. На своем первом чемпионате мира. Это, конечно, успех. Вот, опять же, был свободен от прессинга. Его включили буквально в последнюю минуту по результатам соревнований Кубка Б. И по тому принципу, что на контрольных стартах на этом трамплине он показывал стабильные результаты. И вот, будем постепенно знакомиться. Хотя были, были и раньше молодые спортсмены из Японии, которые выскакивали на небольшое время. А потом надолго исчезали. И которые, собственно говоря, точные, хорошие результаты показывали только здесь, на своих обжитых трамплинах. Это такая же ситуация, как, допустим, у мото-кран-при и у шоссейников, кольцевиков японских. Как старт где-нибудь на Сузуки или на Туэринг Мотеги, так они борются за подиумом. Как в Европе, так их и не видно даже. Мардин Кох. Мощный стиль подходит под этот трамплин. Он здесь был уже призером в своей кубковой карьере. Хороший разгон, но связанный не только с тем, что он здорово разогнался и здорово подготовленный лыжа, а с тем еще, что, конечно, он достаточно высок и тяжел. Для прогуна на лыжах с трамплинах. Посмотрим, что с техникой. Неплохо оттолкнулся, хотя не безупречно. В этом случае тоже вычеты есть. Обычно судьи к этой фазе достаточно принципиально относятся. Не вполне параллельное ведение лыж, но зато приземление. Почти хороший телемар. Олимпийский чемпион в команде выходит на первое место. Ну что он тут такое творит? Я думал, что он поскользнулся и сейчас рухнет. Оказывается, нет. Это у него такие вот... Блин, больные маневры. Два десятка из тридцати спортсменов закончили соревнования. И сейчас начинается самое интересное. Непосредственный розыгрыш медалей. Никто суперрейда все-таки не совершил. Впечатляющие рейды были совершены. Например, позиция Дмитрия Ипатова. Восемнадцатая пока предварительно по итогам. Двух попыток. Если все из десятки отпрыгают достаточно хорошо, выглядит все это достаточно убедительно. И так финал финала. Все самое важное, самое красивое, самое впечатляющее. Десятка лучших по итогам первой попытки в состязании на Большом трамплине чемпионата мира Акура Яма. И вступают в борьбу в порядке в следующем. Камил Штоф, Матти Хаут Америки, Андрея Скофлер, Дмитрий Васильев, Яны Акунен, Томас Моргенштерн, Адам Малыш, Рор Йокельсой, Харри Олли и Симон Аман. Пожалуй, самым парадоксальным выглядит здесь достижение двух спортсменов. Юного Штоха и молодого Харри Олли. Но с другой стороны, по результатам текущим этого сезона, Олли, идущий в тройке, совсем не выглядит каким-то совсем неуместным. Через 120 перелетает, но мне кажется, что этого недостаточно для того, чтобы подвинуть Мартина Коха, потому что они были совсем соседями. Полбалла всего-навсего было между ними, но Штох еще просто-напросто недостаточно высокогласный прыгун, чтобы все-таки держаться цепко в десятке сильнейших. Он очень растущий спортсмен, он самый впечатляющий спортсмен, еще ханулетный, что я говорил, из тех, кто пришел из вчерашних юниоров. Но нужно еще годика-два для того, чтобы стать вторым малышем. Пока не нужно торопиться. Мати Хао Томяки, сама надежность, безукоризненный командный боец. Этот сезон у него не складывается звездным образом, но и без провала с другой стороны. Очень мощное отталкивание, вышел сначала вообще на параллельные лыжи без В-стиля. И попутный ветер, тем не менее, придавливает массу к земле. И Хао Томяки-младший на этом начинает свое отступление. Но судя по всему, судя по лицу, по выражению лица, которое было перед прыжком, похоже, что он это предчувствовал. На 10 строчек отстает Мати Хао Томяки. Прорывов в этом сезоне не было, побед в этом сезоне не было. Были более-менее лишь обнадеживающие результаты. Ну а Симон Аман старается не отвлекаться на какие-то превходящие обстоятельства. Олимпионик Гоффлер. Олимпионик пока только в составе команды. Задрал высоту для того, чтобы компенсировать попутный ветер. И это принесло, принесло нужный результат. Человек, долгое время бывший середнячком. Суперэлитная сборная Австрии потихоньку выбирается на лидирующие позиции в ней. И выходит на лидирующие позиции сегодняшних соревнований. Три человека из сборной Австрии занимают сейчас первые три позиции. Коффлер, Кох и Шлиренсауэр. Шлиренсауэр тоже сумел подрасти. С 15-го места стучится в десятку сильнейших. 22-летний австриец возглавляет промежуточный протокол. Великолепные очки за стиль, но это, собственно, всегда при нем присутствует. Васильеву желаем только уверенности в себе. Все остальное у него есть. И с избытком. Скорость. 89,6. Неплохо. Держим, держим, держим. Нормально. Нормально. Может быть, невеликолепно. Может быть, могло быть что-то такое из ряда вон, что провело бы Васильева в тройку сильнейших. Этот прыжок вряд ли ему позволит ворваться в тройку, учитывая, какие классные прыгуны после него будут соревноваться. Но осуществление программы минимум, по крайней мере, программы, о которой мечтать было нельзя, скажем так, года четыре назад, уже почти состоялось. Я напоминаю, и давайте не будем, в самом деле, формалистами. Здесь шестое место, там оно и седьмое, и восьмое. Это практически все рядом. Были и были шероховатости на приземлении. Тем не менее, особенно жестко оценил это приземление только поляк. Остался при своем мнении, его низшая оценка вычеркнута. Васильев возглавляет промежуточный протокол, значит, как минимум он седьмой. Ну а действующий чемпион мира берется за дело. Ахунен умеет выдать вторую попытку лучше, чем первый. Отличный разгон. И великолепный прыжок. Ахунен становится лидером. Причем вот это может быть рейт и на подиум с шестого места. Улетает за 130 метров. Ну ровно на 130 прыгает Яна Ахуна. Но какая идеальная техника была. Если 19 никто не поставит, я буду сильно удивлен. В нужный момент, в самый решающий момент. Этот человек, который начинал сезон ни шатка, ни валка. Это человек, который постолимпийскую паузу себе сделал более чем расслабляющую. Вот к февралю. Он шел к этому февралю уже, по сути дела, в июле, когда гонялся в своем любимом драк-рейсинге на четверть мили. Переключение было более чем очевидное. И принесло свои плоды в нужный момент, наверное. 19 оказывается поставил только японец. И его вычеркнули покой, поскольку оценка выпадала из общего русла и была слишком высокой. Ну и зря. Пожадничали. Разрыв между Аханом и Василием велик. Что тут говорить? Моргенштерн, не любящий атаковать из-за спины, но пытающийся это сделать. Очень агрессивное начало прыжка. И еще одна великолепная попытка. И он с Аханом на одной строчке буквально. Я не знаю уж сколько десятые балла. Может быть разделят его. Нет, больше, больше их разделят. Потому что полтора метра запаса дистанции. Это в каждой дальностной оценке. Получается более двух баллов разницы. За счет дистанции, конечно, Томас Моргенштерн становится промежуточным лидером. Моргенштерн, Аханом и Василиев. Привыкаем потихоньку к тому, что российский спортсмен законное место имеет в десятке лучших в мире. Насколько элитный этот вид. Насколько породист каждый прыгун. Наработавший свой стиль еще с шести, с пятилетнего возраста. Новый лидер. Адам Малыш. Триумфатор. Просто потрясающий по силе триумфатор. Квалификации. Атакующий из-за спин своих основных соперников основной попытки. Хорошая скорость. Малышу поправили. Смазку. И вы видите, к чему это приводит. Несмотря на его воздушную легкость, скорость его была практически такая же, как и у более тяжелого и высокого Яна Ахуануна. Сто тридцать три. Лучшая дальность. Отличная техника исполнения. И чемпион еще в начале девяностых годов становится лидером. Очередная смена вахты. Вот тоже человек к этому шел больше года. Ну или почти ровно год. Как раз после олимпийских стартов он начал на это настраиваться. Многие говорили, что зря так тратится летом. Что зря выигрывает этот летний гран-при. Да, конечно, там призовые, но они очень большие. И, как правило, те, кто летом хорошо выступает, зимой выступает средненько. Это не про Малыша. Новый лидер Адам Малыш делает заявку на призовой подиум, но не уверен еще в способности этот самый подиум завоевать, потому что впереди прыжок Роро Йокельсо и Симона Амана Хариоли. Хариоли еще неизвестно тоже, можно его взять будет или нет. Двукратный чемпион в Аль-де-Фьеме 2003 года ждет остальных. Лучший полетчик последнего четырехлетия в воздухе. Отличный был разгон. И великолепная техника буквально впечатывается в ту же точку, что и Адам Малыш. Сколько там будет разницы? Полметра, метр. Новый лидер 135, два метра на самом деле, но просто, естественно, при таких масштабах и на таком расстоянии трудно понять. Успокоилась погода. Вальтер Хоппер решил рискнуть. Увеличил разгон. И ветер словно бы, как говорится всегда, что везет сильнейшим. Погода предоставляет это везение лучшим. Ветер изменился на более благоприятный, на легкий встречный, что позволяет совершать суперполеты. И этот человек, суперполетчик, умеющий именно пользоваться супердалекими прыжками, всегда очень стабильный от начала и до конца. Что 200 метров, что 90 лететь, все равно. Мико Коренковский сейчас наверняка танцует танец победителя. В любом случае у него уже есть призер. Какая строчка? 19 баллов. Ровно и лучшие оценки судейские за стиль. И Оли сейчас очень непросто. После такого всеобщего болельческого экстаза превзойти мягкое отталкивание. Старается быть просто верен себе. И это оказывается ключом к успеху. Вы видите, он ничего сверхъестественного не делал. Он просто аккуратненько прыгнул. Не рвясь вперед. Ну, там уже поздравляют Коренковский с призовым местом. Но призовое место это не золото. Яны Ахонен усмиряет свою гордыню, радуясь за своего более молодого напарника. И хотя ему не бывать сегодня, возможно, на пьете стали почеты. То есть невозможно, наверняка уже не бывать. Но зато Оли на нем гарантированно. Как его трясло. Было видно перед стартом. Он трясло не потому, что он боится прыжка, а потому, что он боялся потерять лидерство. Но когда пошел на прыжок, он сделал именно то, что нужно было. То есть не вовлекался в какую-то спортивную борьбу. Надумал только о качестве отталкивания, воздушной фазы и приземления. И все получилось. Вот опять-таки из-за того, что у него нет синдрома лидера, груза, ответственности лидерской, это тоже все сработало на него. Первая медаль. Ну вот вы видите, очень-очень здорово. Ну и японская электроника есть, японская электроника. Вот там золотая зона. Ее не видит сейчас Симон Аман, только мы видим. С помощью вот этой интересной картинки. Олимпийский чемпион. Лучшее выступление за последние четыре года. Разгон недостаточно быстрый, но техника очень хороша. Симон Аман приземляется за отметку 134 метра. Но вы помните, какой был перевес у него после первой попытки. Золото ушло между пальцев Хари Оли. Он это чувствует, изменился в лице. Мы посмотрим еще, какие будут очки. Но разница не должна быть здесь слишком большой. Симон Аман, чемпион мира 2007 года. Не верит своим глазам. И вот только сейчас, вот только сейчас он получает поздравления своей дружной команды. Я думаю, что Бетни Шедлер... Да, вот он покинул или нет? Нет, это не он. В такой же точной форме Кютель, успевший переодеться. Оли чуть-чуть разочарован, но все-таки серебро. Это огромный прорыв в его карьере. Ну а тройку сильнейших замыкает Рор Йокельсой. Адам Малыш после своего триумфа накануне не поместился в тройку и остался четвертым. Ну а мы скажем спасибо огромное все-таки Дмитрию Васильеву. Пусть даже формально эта программа не совсем выполнена, и он остался седьмым, а не шестым. Но какие великолепные прыжки были. И он был вполне достойным конкурентом всем этим сильнейшим. Чуть-чуть не хватило дальности, но пусть ее хватит в командных соревнованиях. У нас сплоченный коллектив, у нас хорошая атмосфера в этой четверке. Ну а потом еще и 90-метровый трамплин. Еще поборемся даже и за большие достижения, хотя уже сегодня ребята доказали свой класс. Не всем повезло, но два человека в двадцатке сильнейших на чемпионате мира. Это безусловное продвижение по сравнению со всем тем, что мы видели в последние десятилетия. Но Симон Аман умеет ждать, умеет ждать, умеет бороться со своими локальными неудачами, умеет нащупывать технику, перемалывать гигантские объемы на прыжки. И вот теперь эта техника совершенно безупречна у Симе Амана. И человек, которого больше никто уже не называет Гарри Поттером. Вы помните награждение Олимпийское, когда он вышел, ну совсем похожий. В таких круглых очочках он уже взрослый спортсмен, зрелый спортсмен. И вот это как раз то и дело отражается на его лице. Он может иногда подурачиться, но в решающие моменты это уже человек другого уровня, иначе готовившийся. И не получающий просто подарков от судьбы, а действительно очень-очень тяжелым трудом добывающий свои награды. Вы помните, как было все в 2002 году. Он упал, он получил травму, он, казалось бы, сорвал подготовку к Олимпиаде, но оказалось все наоборот. Оказалось, что он расслабился, успокоился. И вот он на самой высокой вершине. Швейцария празднует самый большой успех сезона, в котором, в принципе, была близко. Но все-таки догоняющие, в роли догоняющие финнов и, главное, австрийцев. И Вальтер Хофер, несмотря на то, что не его ребята сегодня выиграли, и более того, никого из австрийцев на австрийском традиционном трамплине не оказалось в тройке сильнейших, Хофер все-таки приходит поздравлять. Потому что это лучше для всех прыжков. Потому что Симон Аман очень яркая личность. И за него очень многие болеют, в том числе даже и в России, и на постсоветском пространстве. И это, конечно, серьезный шаг к популяризации прыжков. Австрийцев очень много в десятке сильнейших, но все мимо подиума. Дмитрий Епатов. Очень неплохой рейд. И с середины третьего десятка на семнадцатую позицию в итоговой классификации. Мы очень надеемся, что осечка Дениса Корнилов была единственной на этом чемпионате. И, что самое важное, на командном турнире, как всегда он соберется, он как командный боец очень надежный. Ну и чуть-чуть не повезло, конечно, Рослякову, что он стал тридцать первым. Пусть повезет в последующие дни. Интересно, интересно, что скажет победитель. Мы постараемся задействовать его интервью на следующем репортаже. Поздравляем всех, кто видел это великолепное прыжковое шоу. С вами общались режиссер Анастасия Котова и комментатор Сергей Курдюков. До следующих стартов в Саппоро. Вся программа в прямом эфире телеканала Евроспорт.